Пятилетнюю дочку Софию целый год развращал собственный дедушка. Если бы я знал, что мне ничего не будет за моего тестя, педофила, я бы взял нож и зарезал его, как барана. Однако дедушка Софии поражен тем, что про него рассказывают. Я этого просто не мог сделать. Кто же на самом деле этот мужчина? Жертва обмана или преступник, чье место за решеткой? И подвергался ли пятилетний ребенок сексуальному насилию? Сегодня в нашей студии появятся и родители Софии, маленькой Софии, и ее дедушка, которого родители обвиняют в педофилии. С самой девочкой сейчас работают наши специалисты. Очень скоро мы узнаем, правду говорит ребенок, или все-таки малышку настроили против родного деда. И кого из родственников девочки, возможно, прямо из этой студии, вызовут на допрос в милицию. Сегодняшняя наша тема звучит так. Взрослые игры для маленькой внучки. Это говорит Украина, здесь, на телеканале Украина. Я Алексей Суханов. Здравствуйте. К нам обратился отец пятилетней Софии, который до сих пор, как он утверждает, не может прийти в себя после того, что с его дочерью вроде как вытворял дедушка. Давайте поприветствуем Стаса. Стас, итак, насколько я понимаю, это очень серьезное обвинение. И за каждые слова и каждое обвинение вы должны понимать, что несете ответственность. Конечно. Так что же, по-вашему, вытворял дедушка с маленькой Софией? Ну, по словам ребенка, он извращался, извращался неоднократно над моей дочкой в своих же похотливых целях. Я сам просто в шоке. Вы абсолютно в этом уверены? Абсолютно. Вынимание на экран. Станиславу Иволокитину 29 лет. Працюе шахтарем. Не приховуя, что завжди был охочим до жёнок. Когда встретил её, внутри что-то щелкнуло. Я понял, что она именно та, кто нужна мне в жизни. Я был у неё первый. Они встречались протягом трёх месяцев и начали жить разом. Через полтора года на свет появилась их Софийка. Она стала первой девушкой, которая родилась у рода Станислава за последние півстолетия. Потом был сын Артем. Нині ему уже три годы. Абсолютно. Чтобы заработать для детей копийчину, датько много працюет. Поэтому с детьми общаются не так часто, как хотелось бы. И про то, что Софийка стала жертвой сбочинца деда, он узнався. Випадково. Так когда и как вы узнали, что дедушка вроде как и развращал вашу дочь? Произошло это где-то месяца два назад. В один из очередных выходных дней я забирал ребёнка от дедушки с бабушкой. Ехали мы домой на велосипеде. Я у ребёнка по традиции спросил, говорю, как ты хочешь поехать, через мост или через железную дорогу? Ребёнок попросил поехать через железную дорогу. Перед железной дорогой у нас есть нефтебаза. И ребёнок начинает говорить такую фразу. А мы здесь с дедушкой были недавно, приезжали сюда. Думаю, что-то здесь не то. Говорю, так а что вы здесь сделали? И эта фраза меня тогда просто повергла в такой шок, и я до сих пор отойти не могу, чтобы было хорошо. Вы уточнили, что имела в виду ваша дочка? По прибытию домой я жене рассказал о этом случае, об этой фразе. Мы сели на кухне с ребёнком и начали разговаривать. После чего ребёнок нам рассказал, что дедушка трогал её неоднократно. И на вокзал они ездили всё по той же причине. Трогал за причинные места? Да. Именно за половые органы. Итак, сейчас с маленькой Софией в тайной комнате работают наши специалисты. Совсем скоро они выйдут сюда, в эту студию, и расскажут нам о своих впечатлениях и своих заключениях, исходя из своего большого профессионального опыта. Когда наши журналисты были в гостях у Стаса, то он нам показал то место, где, по словам маленькой Софийки, к ней и приставал дедушка. Внимание на экран. Ребёнок мне показал, что вот здесь дедушка ложил свой велосипед, потом отводил ребёнка, значит, вот сюда за забор, вот эти кусты. Ребёнок мне рассказывал, что она стояла здесь, стояла вот так вот. Он ей спускал трусы до колен, лазил указательным пальцем правой руки у неё там. Сколько по времени, я точно сказать не могу. Потом брал влажные салфетки, потирал её здесь же, одевал трусы, и переходил, выкидывал салфетки вот сюда, вот за этот забор. Послушайте, Стас, вы всегда рассказываете такие вещи при своём ребёнке? Тогда для уверенности я отводил ребёнка, чтобы удостовериться в том, что она ничего не придумала. И я убедился в этом, что ребёнок абсолютно не врёт. Вот что нам рассказала сама Софийка. Внимание на экран. Мы там остановились, а он положил велосипед на траву и попросил меня зайти в эти пустырники. Это было совсем ночью. Он у меня что-то снял, колхоты и трусы. Там ещё и платья было. Потом он у меня там лазил. Где там? В виске. Вот такой большой палец, у него вот такой, немножко больше. Он туда залез и лазил у меня вот так вот делал. Но ещё и дома, когда бабушка Люба спала. Скажите, это произошло единожды или это происходило несколько раз? Со слов ребёнка это происходило не раз, не два, и не три, и не десять. Ребёнок не может сказать точное время. Приблизительно это началось, ну, с её слов, где-то с прошлой осени. Как вы думаете, бабушка могла знать обо всём этом? Когда я с ребёнком разговаривал, ну, мы с женой разговаривали с ребёнком, значит, мы у неё спрашивали, а почему уж ты, ну, вот так вот не рассказывала ничего. А у нас был такой секрет. Говорю, и что дедушка говорил? Бабушке рассказывать можно, а дедушке, ну, а нам, маме с папой нельзя. То есть вы хотите сказать, что бабушке Софийка рассказывала? Может быть. Вы написали заявление. Какие меры предприняла милиция? Никаких. Никаких. Кроме детского психолога ничего не было. Послушайте, если речь идёт о совращении малолетнего ребёнка, то правоохранительные органы должны были, по крайней мере, вызвать деда на допрос. Они его завели. Мы ждали на первом этаже в милиции на Шевченко. И минут через 15 он как зашёл, так и вышел. Так получается, что и милиция покрывает возможного преступника? Нет, они просто отталкивались от того, что у них нету коственных доказательств, как они говорили. Вот если бы, с их слов, были трусики с кровью, или эти же влажные салфетки. Я им говорю, так, а это что, говорю, я должен вам принести? Или вы, говорю, или ваша эта работа? Итак, скоро в нашей студии появится человек, которого отец пятилетней Софии обвиняет в совращении малолетнего. Нет, откровенно, Стас обвиняет своего свёкра именно в педофилии. Что скажет этот герой в своё оправдание? И чем закончится сегодняшняя программа? Допросом в милиции, тюрьмой, или же всё-таки этот человек окажется жертвой клеветы? Почему вы подозреваете Станислава в том, что он мог совращать свою дочку? Стас, вы утверждаете, что вы, а не милиция, собрали доказательства в пользу того, что ваш свёкор развращал вашу дочку? Доказательства. Доказательства. Доказательством я считаю то, что детский психолог общался с ребёнком в милиции. И детский психолог это всё подтвердил в письменной форме. Доказательства это. Я считаю доказательством. А что именно подтвердил детский психолог? Полностью все слова, что он её трогал. И неоднократно. То есть детский психолог уверен, что ребёнок не сочиняет? Да. Так, что ещё есть? Есть также запись в карточке о том, что девственная плева на месте. По поводу вульвы, тут врач говорит 50 на 50. Ну, она как бы, по моему мнению, увеличенная. То есть какие-то подозрения у специалиста, в частности, у врача есть? Да. Говорит, что может быть это и природно, а может быть из-за того, что он трогал её. Плюс там какие-то покраснения. Я хочу сказать, что педофилия – это самый сложный диагноз в отношении выявления людей. Есть случаи, когда девочки 9-10 лет рожали детей. Это известно наш харьковский случай 40-х годов, когда 9-летняя девочка родила ребёнка, который умер в результате родов. И оказалось, что она родила ребёнка своего дедушки-моряка. Поэтому педофилы – это люди, которые маскируются под самых приличных людей. Их очень сложно выявить. Игорь. Главной задачей педофила первоочерёдной является вхождение в полное доверие ребёнка. И объяснение ему того, что всё, что они будут делать с ним – это полная тайна. Это не очень неплохой срок, что именно в течение года это всё выявилось. Потому что это действительно может тянуться годами. Я напомню, что малышка сейчас находится в нашей тайной комнате. С ней работают уважаемые в стране специалисты. И на основе своего богатого профессионального опыта они сделают здесь, в этой студии, свои заключения. Очень скоро вы знаете, действительно ли дедушка развращал собственную внучку. И кому может быть выгодно обвинять его в педофилии. А сейчас в этой студии появится женщина, которая, по словам отца Софийки, видимо, знала об этом увлечении мужа. И, как подозревает Стас, покрывала его. Встречайте, пожалуйста, бабушку Софийки Любу. Здравствуйте. Прошу вас. Ваш зять нам только что рассказал, что вы, возможно, покрываете своего мужа-развратника, который совращал вашу внучку, вроде как. Это правда? Нет. Это неправда. Это неправда. Это ложь. Это все ложь. Почему тогда... Он этого сделать не мог, потому что он все время со мной. Люба, вспомни момент, когда я приезжал за ребенком еще перед этим... Стас, не надо мне... Ты говорила, что она от тебя никуда не отходит. И тогда ты мне говорила, что они ездили на вокзал. Мол, посмотреть на поезда. А потом ты... На какой вокзал? Что ты выдумываешь? А потом ты говорила, послушай сюда... Что ты выдумываешь? Потом ты говорила, что он вообще никуда не ездил с ней. Какой вокзал? Хорошо, почему ты не пошла с нами в милицию писать заявление? Почему ты побежала, его предупредила? А с какой стати я должна идти с вами? А кто ты? Ты... Ты бабушка родная! Это твоя внучка, это кровь твоя! А кто он тебе? Так, давайте-ка обратим внимание на экран. Любови 42 роки. Дочку Алену, Софийчину маму, народила в 17. Он был красивый, высокий. Через какое-то время мы начали с ним жить. Потом родилась у нас Алена. Он начал пить, драться, гулять начал. Заради другого чоловіка Люба разом із донькою переїхала з рідного Павлограда до Одеси. Пожили три года, ну там родители его не дали нам жить. В'ячеслав – її третий чоловік. Мне было 13 лет, когда мы познакомились со Славиком. Потом уже, судьба уже свела через 20 лет. Хоч, как это дивно, Любу та В'ячеслава звела его перша дружина. Надо, чтобы ты пришла к нам в гости. Собрала дітей, сама оделась, ушла. Меня оставила со Славиком. В общем, разошлись они. Любов заявляє, якщо із В'ячеславом щось станеться, то і їй самій нема чого робити на цьому світі. Получається, що В'ячеслав не родной дедушка Софійки? Нет, не родной. Скажите, почему Стас все-таки обвиняет вашего мужа в том, что он вроде как развращал свою внучку? Потому что он сам, наверное, там был. Кто? Стас, папа. Где был? Стасик, а теперь скажи-ка мне. Ты когда Алёну избивал? Алёна – это? Його жена. Мама Софійки. Моя дочь. Ну? Алёна забирала ребёнка Артёма, приезжала ко мне. А Софія была с тобой. Ты её не отдавал. Почему? Давай теперь вот так вот... Нет, минуточку. Вы сейчас обвиняете Стаса в совращении Софійки? Да, она часто с ним оставалась. С одним. Ну, а ты вообще вменяемая? Ты слышишь себя? Почему вы подозреваете Станиславу в том, что он мог совращать свою дочку? А то, что он травку курит. Доказательства какие, Люба? Ну, а бил тоже ребёнка. Софійку бил? Да, он и сейчас её бьёт. Мы спросили маленькую Софійку о том, бьёт ли её родной папа. И вот, что ответила малышка. Внимание на экран. Папа. Это папа ударил? Это что я плавал писал? Стас. Да, есть такие моменты, конечно. Но тут поймите правильно, что это происходило в воспитательных целях. Воспитательных? Да. Значит, это три следа от пальца? Что вы делали? Как вы били вообще? Ну, ладошкой хлопнул просто. Ну, там следы, три следа от пальцев мы видим. Вы видите это? Ну, это сильное сжатие, очень сильное. Сжал её. За ногу? Да. Схватил за ногу. Там, может быть, снизу ещё будет один палец. Ну, послушайте, а с какой целью вы сжимали дочь за ногу? Я не сжимал никого. Ну, откуда тогда эти следы? Ну, хлопнул я её так. Вот как вы хлопнули свою дочку? Покажите, пожалуйста. Ну, так вот я хлопнул её. Был бы другой след, но я хочу сказать, что жестокое воспитание и расстройство полового влечения – это совершенно разные вещи. Да, не очень хорошо, но половина родителей применяют такие меры к детям, потому что дети порой невыносимы. И, к сожалению, мы не получаем никакого образования, которое бы нам помогло воспитывать детей. Это наши пробы и ошибки. Но он не насиловал своего ребёнка пальцами, как девушка делал. Никто об этом не говорит. Во всяком случае, девочка это не рассказала. А про дедушку девочка это рассказала. Конечно, поднимать руку на ребёнка – это чудовищно. И если вы это делаете, то это, конечно, вас никак не красит, Станислав. Но мы сейчас говорим о другом. Мы сейчас говорим о чудовищных обвинениях, которые предъявлены Станиславом, в частности, вашему мужу. Станислав утверждает, что ваш супруг совращал свою неродную пятилетнюю внучку. Если бы он был педофилом, он бы уже давно кого-то, кого-то использовал. Скажите, пожалуйста, а как он относился к Софейке и вообще относится к ней? Он её любит. Он её… Ей платьяшки покупает. Язык засовывают в рот в годик. Помнишь этот случай? Что ты выдумываешь? Какой язык в рот? Да бабушка ещё при памяти была, вспомни, оговаривала. А вы видели это тоже? Да, это было. То есть вы это видели при вас? Это было у них, да, дома. То есть при вас Вячеслав засунул в ротик годовалой Софейке язык свой, так? Да, и её мать. Вы это видели? Да, я это видел лично. Лично видел? Это видела жена моя, это видела она и её бабушка. Он что, подождите, он что, сумасшедший? Подождите, он сумасшедший засовывает при всех язык минуточку. Язык, свой язык в рот годовалому ребёнку. Да, и бабушка, её мать, оговорила его тогда матами, говорит, ты что творишь? Ты что делаешь? Ты зачем туда язык засовываешь? Да я, мол, я там... А вы что сделали, увидев это? Ну, я тогда, ну как, я придал этому значение, стал опасаться этого. Но почему после этого вы отпускали свою дочь тогда к деду? А я надеялся, что у меня тёща хорошая. Ну, послушайте, Станислав, ваше поведение, оно тоже, на мой взгляд, довольно подозрительное и алогичное. Вы увидели, как неродной дед засовывает свой язык ей в ротик. Это было сделано при всех, и тогда никто из вас ничего не сделал, а просто, как вы сказали там, взяли на заметку. Интересно. Да, взяли на заметку. Значит, однако с тех пор вы не препятствовали общению своей дочери с неродным дедом. Алексей, это типичная ситуация в таких семьях, и это типичная психологическая ситуация в семьях, где вот есть педофил. Вот я знаю одну семью, но не буду называть, конечно, где один член семьи насиловал дочку, а потом насиловал сына, который на 8 или на 9 лет младше этой девочки. И выяснилось только тогда, когда девочке было 23 или 24 года, и вот только тогда она смогла признаться маме. То есть, по большому счету, всегда есть со стороны всех членов семьи, вы знаете, вот лучше, наверное, вот ничего не происходит, или, наверное, давайте мы закроем глаза, здесь психологический статус. Светлана. Понимаете, я не знаю, что там делал дедушка, но, вероятно, он каким-то образом приманил ребенка такими словами. И, вероятно, то, что вы бьете ребенка, ребенку с вами плохо, ребенок, конечно же, является добычей для, я не знаю, что там, я не могу сказать. Вы понимаете, что большая проблема в вашей семье. Я вижу, что вы вот как-то ее не воспитываете. Вероятно, вместо того, чтобы поговорить... Но отец работает изо всех сил, как вы поняли, и зарабатывает. Это не объяснение. Это Татьяна. Когда человек говорит действительно правду, он начинает искать мелкие детали и рассказывать мельчайшие детали. Это по речи. И когда мы слышим сейчас Стаса, он старается минимальные детали вспомнить и сделать так называемое спонтанное уточнение. Вот эти спонтанные уточнения, это и есть, когда человек рассказывает правду, что-то вспомнил еще, и надо еще кусочек сказать. Обязательно. То есть это не поведение вруна. Это не поведение вруна. Есть другой момент. Теперь разбираем... Да, любовь. Любовь. Любовь на момент, когда только-только у нее спросили, знает ли она о том, что происходило, у нее произошла такая реакция. Она сказала нет и улыбнулась. Это правда? Мне очень хорошо было видно вот этот уголок, который... Поднялся. Поднялся очень быстро. И сразу обратно вернулся на место. Следующий параметр враньяк. Когда у нее спросили, как вы докажете, человек, опять-таки, не говорит доказательства. Это просто классика жанра, когда он говорит, это ложь. Или там, брехня, брехня, брехня. И ни одного доказательства. Следующий момент, когда у человека нет доказательств, он старается сделать нападение на другого человека. Что мы здесь и видели. Просто нападение в разные точки, но не по этой конкретной ситуации. Так вы знали об этом поведении своего мужа? Нет, этого не было. Это неправда. Итак, отец пятилетней Софии называет дедушку педофилом. Однако бабушка-малышка уверена, что все это выдумки зятя, который курит и который бьет свою дочку. Совсем скоро вы узнаете, за какое преступление дед Софии уже отбывал наказание. Почему он так скрывает, за что именно он отбывал это наказание. И что именно он делал со своей пятилетней внучкой, когда этого никто не видел. Что покажет детектор лжи? Развращал ли дед свою внучку? Или же этого деда оклеветали? Ты зачем покрываешь своего педофила, а? Алена, что ты выдумываешь? А шрам под глазом откуда у вас? Вот ради этого они готовы на все. То есть даже убить вас? Даже убить. Люба, давайте допустим, что вы говорите правду, но мы слышали рассказ девочки о том, что с ней делал дедушка. Как можно объяснить то, что девочка в подробностях знает такие вещи? Получается, придумала. Но пятилетний ребенок... Или ее родители так запугали. Но зачем им это нужно? Не знаю. Зачем вдруг обвинить? Вот я не знаю, с какой целью, какая у них перед этим цель. Может быть, квартира. Какая квартира? Моей мамы квартира. Алена, моя дочь, хочет эту квартиру или сдать, или продать. Так как... А у Алены нет своего жилья? Ну, она живет у него. У Стаса, в его квартире. Так. У них жилье, в принципе, есть. Ну, в принципе, есть. Ей не хватает денег. Угу. И именно поэтому они решили вот эту историю придумать против деда? Все возможно. Все возможно. Послушайте, но каким образом это может... Им это поможет заполучить квартиру? А таким образом. Убирают деда. Так. Нет, сперва, наверное, меня убирают. А вы здесь при чем? Как понять, убирают? Нет, убирают сперва деда. Так. А потом берутся за меня. То есть убирают, то есть сажают в тюрьму по обвинению в совращении малолетней. А как за вами? С вами как расправляются? Меня на улицу. Она заберет эту квартиру. Тогда они должны применить какое-то насилие? Наверное. То есть вы что, не исключаете насилие? Вот ради этого они готовы на все. То есть даже убить вас? Даже убить. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, какой результат в конце программы покажет исследование на детекторе лжи. А сейчас я хочу обратиться к вам, наши уважаемые эксперты. Кому все-таки вы, исходя из нынешней ситуации, больше верите? Папе или бабушке? Свет. Я очень сочувствую любови, на самом деле. Она ни в чем не виновата. То, что, вероятно, она очень любит своего мужа. Это ее счастье, это ее любовь. Я понимаю, что вы защищаете своего мужа, потому что вы его любите, и вы его очень сильно любите. И если он действительно это совершал, то это будет крушение вашей жизни. Я не знаю, что вы после этого, как вы сможете жить. Такие же мысли у вас в голове, да? Да. Поэтому сейчас все, что вы говорите, оно, конечно, похоже на бред сумасшедшего. Я вам глубоко сочувствую. Но я вас просто очень прошу включить мозги, отключить эмоции. И действительно вот ко всему прислушаться, понимаете? Ну, а что думаете вы, наши уважаемые зрители, кто мог развратить пятилетнюю Софийку? Ее отец или все-таки дед? Или, может быть, всю эту историю родители и впрямь могли выдумать для того, чтобы получить, к примеру, жилье и средства к существованию? Возможно, ваши близкие, ваши родные, знакомые страдают от насилия, в том числе и сексуального. Если так, не молчите, пожалуйста, напишите. Мы обязательно попробуем вам помочь. Адреса это на нашем экране. Спасибо огромное. А сейчас в нашей студии появится человек, который уверен, что сомнений быть не может. Преступник, по его версии, в этой истории только один. И это дедушка Софии. И он гораздо опаснее, чем мы все здесь думаем. Встречайте, пожалуйста, маму пятилетней Софии, Алену. Мам, ты что, вообще ненормальная? Ты зачем покрываешь своего педофила, а? Как это понимать? Ты родная мать отказалась от родной дочки, внучки, ради кого? Я от тебя не отказывалась. Отказывалась. Я от нее тоже не отказывалась. Ты мне сказала как? Ты мне надо. Тебе стыдно должно быть. За что? За что мне стыдно? Ты от меня отказалась и от внучки тоже. Я от тебя, Алену, не отказывалась. Веришь какому-то педофилу своему. А ты кому веришь? Я своему мужу верю. Наркоману веришь? Кому наркоману? Который рядом с тобой. Ты его покрываешь своего Славика. Я его не покрываю. Давайте сейчас обратим внимание на экран. Алене, 25, нарекает, что мать Зозуля ее еще малую дитиною покинула на бабусю. Мне обидно, что мама мне не уделяла внимания. Она не занималась. Я для нее была как игрушка. Я тебя родила, типа, рано. Долго не могла, что ты моя дочка. Зі Станиславом Алена познайомилася еще под час навчання в школе. Він одразу став для неї найближчою людинаю. Вот на этой лавочке мы с ним познакомились. Сидели с подружкой. Подошли два парня. И мне хватало 10 копеек на проезд. Я ему дала 10 копеек. Вони зі Стасом дуже мріяли про сына. Але, коли народилася Софійка, стали найщасливішими батьками у світі. Для меня она была осознана. То есть не такая, как с моей матерью. Ален, вы когда ворвались буквально в эту студию, вы сказали, что вас мама бросила. Что вы имели в виду? Ну как, она мне в детстве вообще никакого внимания не уделяла. Особо так, чтобы какая-то мама ребёнку должна уделять внимание. Со мной была чаще бабушка. А кому тогда ваша мама уделяла внимание? Мужчинам. Своим мужчинам? Да. А сейчас какой образ жизни введет ваша мама? Ну, как сказать, она любит выпивать у нас. И причём очень часто выпивает. Вот. Вы выпиваете? Она к нам в гости не ездит. Иногда. Сколько? Ну, литр. Литр? Полтора пива. Полтора литра пива. Ну, два литра пива, да. Ну, два. С чем-то? Да говори уже, как есть. Может и пять выпить. Ну, мне кажется, если пять литров выпить пива, то можно описаться. Или не услышать, действительно, чем занимается дедушка. Да, вот это вот, кстати, знаете, вот это вот, она может написать, а лечь спать, а там шо-хо, что и делает. Алён, ну, вы тоже какая-то странная, ей-богу. Вы здесь говорите о том, что ваша мама пьёт, что ребёнка нельзя ей доверить, потому что, действительно, напившись, она может заснуться и не контролировать ситуацию. Но при этом всё время, всё это время вы отдавали ребёнка бабушке. Зачем? Так они же слёзно просили. Батюшки. Но она слёзно просила. Ну, до этого-то не знали об этом. Как не знали? Ну, то, что он издевается так над ребёнком. Послушайте, ну, вы знали, что она пьющая, как вы говорите? Что она там... Мы каждый раз давали ей шанс, понимаете? Может, она исправится, может, всё будет нормально. Не такой же ценой тоже. Не такой же ценой. Значит, один язык засовывает в рот, другая, по вашей версии, пьёт. И при этом всё это время вы отдаёте ребёнка в их семью. Вы тоже какие-то молодые, странные. Ну, скажите, Анна. Да, и ребёнок хочет там больше так, чем дома. Я думаю, что здесь никакой странности нету. Я думаю, что просто с детства оба наблюдали такую ситуацию в своих семьях, и поэтому они никакой аномалии не видели. А сейчас, когда начали ретроспективой просматривать, а что было раньше, обнаружили, ой, ну да, вообще-то же бабушка пьёт. Так, давайте-ка вот. Какие лично у вас доказательства того, что Вячеслав совращал вашу дочку? Дед, который я заметила с языком. Так. И вы тоже ничего тогда не сказали, кстати? Нет. Ну, как бабушка начала возмущаться на него матами. Я сейчас про вас. А, ну, я стояла рядом, говорю, а зачем вы так делаете? Ну, да я играюсь. Ну, всё, всё, не буду. Вот, его были слова. И всё, и вы больше ничего тоже не придали этому значения? Ну, знаете, честно сказать, я как бы в душе переживала и думала не раз об этом. Что может когда-то там где-то он её там, может, и трогает. Ну, как я, ну, ребёнок маленький, вот. Я как бы, ну, думала, ну, думаю, как бы там же мама, она этому не даст такому. Так, что ещё? Какие ещё доказательства могут быть у вас? Ну, во-первых, Славик сидевший. Начнём с этого. Если человек отбывал наказание, это ещё не говорит о том, что он педофил? Это говорит очень о многом. Это говорит о том, что в местах лишения свободы после трёх лет происходит необратимое изменение психики, в том числе отношение к сексу. Потому что в местах лишения свободы секс – это не только удовлетворение каких-то телесных потребностей. Это часть и иерархических, и субординационных отношений. И потом человек, когда освобождается, выстраивает их здесь. Он за счёт секса самоутверждается гораздо хуже и страшнее, чем мы, простые люди. А сколько он отбывал наказание? Сколько он сидел? Восемь лет. Ну, это серьёзная деформация в его случае сексуальных отношений. После этого уже 20 лет прошло. Ну и что? Это пожизненная деформация. Если бы это всё было, он бы со своей дочерью это мог сделать. А зачем, если вот рядом, вот рядом привела и делает? А дочь с ним жила. Семья у него была. И что? Он тоже мог с ней это сделать. А почему, если они с ним, если он такой хороший, почему они его бросили? А не сидеть и ждать, пока... Они могли, мама, об этом не рассказать, что он делал с собственной дочерью. Вы могли этого не знать. Вот именно. Ты не знаешь, почему они даже разошлись. Потому что, как не спросишь у него, он постоянно от разговора уходил. Почему он сидел? Он никогда не говорил об этом. А вот это интересный всё-таки вопрос, который Алёна сейчас подняла. Почему всё-таки действительно Вячеслав развёлся со своей бывшей супругой? Мы ведь тоже её отыскали. И очень скоро вы узнаете её версию развода с Вячеславом. А пока вот о чём. Мама пятилетней Софии уверена, что действительно настоящий преступник в этой истории. Дедушка Софийки. Потому что он провёл за решёткой 8 лет. Однако его супруга нынешняя защищает своего мужа и говорит, что он на такое не способен. Совсем скоро Вячеслав появится здесь, в этой студии. И мы узнаем о его правду. Кроме того, впереди исследование на детекторе лжи, которое должно поставить, возможно, все точки нады. В этой крайне скандальной и жестокой истории. Если Славик придёт и принесёт деньги, я подумаю, простить его или нет. Алёна, что ты выдумываешь? А шрам под глазом откуда у вас? Алёна, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, почему мама покрывает, возможно, покрывает мужа преступника? У нас мама за всю свои 43 года, как я помню, работала, наверное, может, год от силы, у неё стаж трудовой есть. Она у нас не любит работать. Когда я была маленькая, ей было 25 лет. Я жила с бабушкой, с мамой. Вот, бабушка работала на почте у нас. Вот, у полы мыла на почте. Я когда вот, мне было 6 лет, я помню, это хорошо, я прибегу до бабушки на работу, там, ну, наш дом и бабушки на работу, совсем там через дорогу рядышком. Говорю, а я хочу кушать. Она вот это пойдёт в магазин, возьмёт колбасы, там хлеба, накормит меня. Говорит, а что там мама? Говорит, а мама спит. Она днями спала, она неработная вообще. И когда мы пошли на Славик описать заявление в милицию, я говорю, мам, ну, пошли с нами, как бы, да, ну. Вот, она отказалась. Я говорю, ну, пока это следствие, если там, говорю, затянется, будешь, говорю, жить у нас. Ну, так как в квартире, говорю, жить там, ну, смысла немало, потому что ты же не работаешь. Вот, она категорически была против идти к нам, а потом говорит, а кто меня кормить будешь, ты что ли? Я говорю, ну, пойдёшь на работу. Говорю, будешь работать, кормить, говорю, себя и за квартиру пойдёшь. Ой, какая ты умная. Скажите мне, пожалуйста, а на что вы сейчас живёте? На мужа деньги. Сколько он получает? Две тысячи. То есть, получается, по логике вещей вы действительно можете его защищать для того, чтобы не лишиться заработка? Потому что ведь вам не на что будет жить. Не только ради этого. Но ведь вам не на что будет жить тогда, если вдруг его осудят. Так, при чём тут это? А, как при чём? Это здесь совсем не при чём. Работать надо самостоятельно, причём кормить себя. Ну, вот найди мне работу, найди. А почему она тебе должна искать работу? Нормальную работу, найди. А что значит нормальную? А то говорить умная на язык. Какое у вас образование? Восемь классов. Восемь классов. То есть, вы даже профессию не получили? Нет, профессию не. И сейчас вы говорите о какой-то нормальной работе. Вообще все работы нормальные. Вообще все работы нормальные. А в вашей ситуации... Ну, хотя бы полы мыть. Ну, так в вашей ситуации. Я готова полы мыть. Так, а почему вы не устроитесь? Потому что не берут. Любовь. Вы сказали, что с Вячеславом вас познакомила его первая жена. И она вроде как сама хотела, чтобы вы были вместе. Да. Наши журналисты связались с этой женщиной, и она категорически отказалась от участия в этой программе. Но мы все-таки сумели с ней поговорить. Внимание на экран. Я просто привезу домой. И все. Ну, личку не застала, но приходите и говорите, она до него приходила. Свистила, взяла. То есть, получается, что это вы стали разлучницей? Вы ходили, не она вас познакомила, а вы ходили туда. И как-то свистели, вызывали, и типичное поведение такой любовницы. Я свистеть не умею. Я свистеть не умею. Ну, типичное поведение любовницы. Алло, ну что ты выдумываешь? Какие окна я била? Кому? Любовь. Ну, почему тогда первая жена говорит такое про вас? Не знаю я, почему так она говорит. Ну, она тоже нас обманывает? Не знаю. Ну, как? Может быть, я обманываю. Ну, а зачем ей врать? Ну, а я откуда знаю, зачем ей врать? Значит, ей так удобно. Итак, пятилетняя София стала, возможно, жертвой деда-извращенца. Она стояла здесь, стояла вот так вот. Он ей спускал трусы до колен. В этом, во всяком случае, уверяет нас отец ребенка. Однако бабушка считает, что как раз отец Софийки развращал своего ребенка. София была с тобой. Ты ее не отдавал. Почему? Мама малышки уверена, что бабушка покрывает своего нынешнего мужа, потому что зависит от него материально. Живет за его счет. Она категорически была против идти к нам, а потом говорит, а кто меня кормить будешь, ты что ли? Кто в этой семье, очевидно, все-таки лжет, кто говорит правду и кто, возможно, поиздевался над пятилетним ребенком? И правда ли, что родители могли научить свою дочь оклеветать деда? В финале программы мы увидим результаты исследования детектора лжи, который, очевидно, выведет многих участников этой истории на чистую воду. Любовь, когда мы были у вас в гостях, наши журналисты заметили у вас под глазами синяки. Он вас бьет, Вячеслав? Нет. А шрам под глазом откуда у вас? Да, это уже давно, говорить я не хочу об этом. То есть вы уверяете, что Вячеслав вас не бьет? Нет, не бьет. Я скажу, можно? Был такой инцидент когда-то, она сама приходила до бабушки, плакала и говорит, Славик меня побил. Было? Было. Это было один раз. Мы нашли все-таки людей, которые стали свидетелями того, как Вячеслав избивает любовь. Внимание на экран. Мы говорим о Славике сейчас, а не о Стасе. Да? Мы говорим о тебе. О Славике. Он мог взять сына за ноги и стукнуть в душ головой. Або взять стол и с детьми перебить на спине. Он тогда на это время очень пил и убежал меня и детей. Я уже не отдержала этого всего. Та и пошла отец. Дочка до него звонила и пыталась с ним разговаривать. То он просто посылал ей по трьмя буквами. Также мы подключили детектива и он установил довольно интересную информацию о том, что вы все-таки обращались в милицию. Это было один раз. Да, но просто до этого вы нам говорили, что он вас, Вячеслав, не бьет. Понимаете? Ну не бьет, но это наша жизнь. Так нет, но бьет же. Наша заработала. Типичная ситуация, когда жертва покрывает насильника, потому что ей стыдно перед нами всеми за то, что она, во-первых, это переносила. А во-вторых, когда она осознает, что это правда, тогда вся ее жизнь сводится к нулю. Зачем она с ним живет? Она должна его оправдать в собственных глазах. Что она сейчас и делает. Дальше в программе в этой студии появится дедушка Софии. Посмотрим, что он скажет свое оправдание и кто в этой истории окажется настоящим преступником. Итак, его обвиняют в том, что он делал страшные вещи с пятилетней своей внучкой, пусть и неродной. Встречайте, пожалуйста, дедушку Софии, Вячеслава. Прошу вас. Вас обвинили в жестоком преступлении, в жестоком преступлении. Я это знаю, что это жестокое преступление, но я этого не делал. Внимание на экран. Вячеславу 46 роков, працює вантажником. Запевняет, что каждую копийчину отложил и витрачал на кохану онуку. Платочку я сразу купил, и качели для нее делал, и кексики, и печенье, и все. Захотелось Кубиду. Я ей Кубиду купил, Лунтика купил, Маши Медведей. Вони із Софийкою багато часу проводили разом. Стверджує, що його онука дуже розвинена та кмітлива. Вот эту тепличку мне помогала Софийко отбивать. Я ей стульчик ставил, она мне вот здесь вот так держала. Я планочку брал, пробивал, и там мы все с ребенком накрывали. Вячеслав запевняет, він завжди був для Софии найближчою людиною в свете. Але під час їхньої останньої зустрічі дитину наче підменили. Когда вы видели внучку последний раз? Последний раз я ребенка видел возле милиции. Как она себя вела с вами? Она ко мне не подошла. Со мной она вела вот так себя. А с вами как она вела? Они ее настроили, конечно. Я Софийичка, София, она... А до этого вы, она с радостью к вам шла? С радостью к нам и шла. Давайте сейчас послушаем, что она о вас говорит. Внимание на экран. Давайте послушаем. Мы там остановились, а он положил велосипед на траву и попросил меня зайти в эти пустырники. Это было совсем ночью. Он мне фото снял, а вот и трусы. Там еще и платье было. Потом он у меня там лазил. Где там? В виске. Вот такой большой палец. У него вот такой. Немножко больше. Он туда залез и лазил у меня вот так вот делал. Но еще и дома. Когда бабушка Люба спала. А ты любишь его? Боюсь. Ты боишься дедушки? Угу. Ты боишься дедушки, да? А почему ты боишься дедушки? Она никогда деда не боялась. Что вы скажете? Что это все брехня. А в том месте, возле железной дороги, вы бывали в кустах? В кустах я не был с ней. Мы в конце месяца, в субботу, мы ребенка забрали вместе с бабушкой. Угу. Так подождите, вы забрали ее откуда? От родителей? Да, от дома мы забрали. От родителей? Да. Так, и повезли ее куда? К себе домой. А и ваш путь пролегал через железную дорогу? Да. И вы там не останавливались? Не останавливались мы там. Но Вячеслав, сейчас очень важно вспомнить в подробностях ваш путь от дома родителей вместе с внучкой до вашего дома. Пожалуйста, расскажите как можно детальнее. Когда мы ехали за внучкой, перед этим мы созванивались. Что мы приедем, возьмем Софийку. Насколько я помню, он был сам. Мы в это самое, когда ехали по дороге, она, Софийка, Артем и Аленка, и шли нам на встречу. Вы рассказываете прошлую историю, а то, что вы сами ее забирали, когда сами приезжали к нам домой. И это было видно, видное время. Это было днем. То есть вы ехали втроем? Да, мы ехали втроем. Так вы тоже, значит, там были? Последний раз. А первый раз, Алена, когда я ее забирал? Какой первый, последний? Это был последний раз, когда вы ее забирали, вы ехали один вечером. Вечером. Мы над железной дорогой проезжали. Ночью? Начало восьмого вечера. То есть это было? Ну, я проезжал с ней над железной дорогой. Это было в начале месяца. Только вы и Софийка, так? Да. То есть вы были вдвоем? Мы были вдвоем. Вы останавливались там? Там я не останавливался. А где вы останавливались? Я останавливался, когда мы с моста спустились. Так. Она задрожала. Я спросил, Софийка, тебе холодно? Она сказала, да. Я снял олимпийку с себя, одел на нее и сказал, вот тут это самое. И вот так ножками зажми и держи кнопочку на велосипеде, чтобы горел сзади красный свет. И все. И я поехал через центр города. Татьяна, подключайтесь, пожалуйста. Ваши наблюдения. Очень интересно, когда люди рассказывают смешанные истории и полуправду. Да, и то, как они рассказывают. Ну, первое, это уход от момента про именно вот то место, которое обсуждается, где железная дорога, да. То есть человек пытается, его спрашивают про конкретный момент, да, он пытается рассказать про другой момент. По нему видно, как он именно этот момент вспоминает. Но мы же должны учитывать, что он не хочет явно говорить о том, о чем спрашивают. Да, именно про тот случай. И когда ему задают конкретно вопросы с противоположной стороны, нет, вот про этот случай, то здесь происходит такой очень интересный момент. Вот это профессиональные лжецы, то, что называется. Человек делает так и говорит, я тебе доказываю. И смотрит внимательно на другого человека, да, чтобы уловить. Моя ложь прошла, ты поверил мне? То есть он даже не двигает глазами. Анна. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, у вас на правой руке наколка, свидетельствующая о том, что вы профессионально занимались преступной деятельностью. По какой статье вы были осуждены? Хищение государственного имущества. 140-я вторая часть, это кража личного имущества. 140-я тогда была. И 142-я часть третья. Я вам скажу, что по наколке я могу точно вам сказать, что это не случайно. Это была профессия, которой вы занимались, потому что наколка именно об этом свидетельствует. Я вам скажу, что для профессионального вора ложь – это основная черта, которая помогает ему профессионально этой деятельностью заниматься. Я этого не делал. Мы вам не верим, честно. Я не делал этого. И вот эта мелкая улыбка сейчас промелькнула. Вот я этого не делал, мельчайшая она такая. Очень бы хотелось поверить, честно говоря, вы знаете, чтобы это было нашим каким-то бредом. Но как-то вот нет вот этой веры. Итак, мы решили все-таки выяснить, что думают о Вячеславе люди, которые долгое время живут с ним рядом. Внимание на экран. Пьяным я его не видела никогда. Даже когда общались, чтобы он… Я не видела, чтобы он был пьяный так, это дебоширил, ничего. Что-то-то я услышала, для меня, конечно, шок. Он нормальный, даже на рыбалку везал, я знаю, я знаю, рыбу ловил, они в месте. Ничего такого не замечали даже. Славик, он работящий, нормальный такой человек, он не пьющий. И хороший был семьянин. Там квартира есть на ПЗТО или на Литмаши, не знаю где. И она хочет у матери отсудить эту квартиру забрать. Но она неплакополучная, эта девочка, поэтому внучка, получается, больше с бабушкой, но ты со Славиком. Так, а получается, что соседи все-таки на стороне Вячеслава и Любови? Это совершенно нормально, это объясняется, потому что, если не при виде Господи, то, что они говорят, будет, например, использовано в милиции как основание для обвинения, то им мало не покажется, у него хороший жизненный опыт за спиной, тюремный. То есть вы считаете, что они просто боятся? Естественно. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, о чем с вами говорили в милиции на допросе? Вы ведь там были? Да. Какие вопросы вам задавали? Вопрос задавали, я это делал или не делал. Я им сказал, что я этого не делал. И они вам поверили? Дело в том, что, как мне объяснили, что я забирал ребенка в каком-то розовом платьичке. Розовая платьичка. Почему? Какое розовое платьичко, если я ее забирал? Она была в этих самых, в колготках, эти ботиночки. Вы говорите об одном эпизоде, а девочка рассказывает о том, что это было систематически. Ребенок действительно говорит, что вы этим занимались постоянно. Я с этим ребенком не занимался вообще. Я с этим ребенком, а что это за оговорка? Кстати, что за оговорка с этим ребенком? А с каким-то другим вы занимались этим? И с другим я не занимался, ни с каким. Браво! Потому что не было детей. Вот это уже интересно. Что я буду заниматься этой фигней? И зачем мне это? Вы понимаете это или нет? Мы тоже поговорили с представителями правоохранительных органов. Внимание на экран. Девочка была направлена на осмотр к врачу. После проведения осмотра врачом, врач пояснил, что каких-либо повреждений, в том числе и гинекологических, на теле девочки не присутствует. После проведенной беседы в присутствии психолога с ребенком, психолог пояснил, что ребенок повторяет одни и те же фразы по несколько раз, что могло быть фактом того, что с ребенком беседовали на эту тему. Гражданин, на которого было написано заявление к ответственности, не привлекался, так как не была доказана его причастность к данному виду деяния. Я напомню, что сейчас в нашей тайной комнате находится пятилетняя Софийка. И вместе с ней работают уважаемые в стране специалисты, имеющие большой профессиональный опыт. Какие ВВД они здесь нам изложат? Какие свои наблюдения они нам поведают? И каковы будут их заключения, когда они появятся здесь в этой студии? Вячеслав, скажите мне, пожалуйста, какие мотивы могут быть у Стаса и у Алены вот так вот так вас обвинять и пытаясь подговорить ребенка? Ведь какие-то цели они должны преследовать? Это же не просто их развлечение. Денежные, скорее, цели. Алена, вспомни, когда ты проезжал, кому, я не помню, кому ты говорила, что если бы дядя Слава пришел покаялся, пришел покаялся и заплатил деньги. Может быть, я тогда подумала. Я такое говорила? Да? Ты такое говорила? Не помню. Когда? А ну? Когда это она такое говорила? Я такое не говорила. Что-то ты тут себе навернул, Славя. Алена, ты врать любишь? Это ужас. Ты не говорила такого, да? Нет. За деньги я ничего не говорила. Дело в том, что к нам приехала еще одна гостья, которая уверена, что Станислав и Алена пытаются оклеветать Вячеслава. Для чего? Сейчас это все узнаем. Валентина, и так вы уверены, что Станислав и Алена пытаются оклеветать Вячеслава? Да, я так думаю. Почему? Алена все-таки со Стасом, они очень нуждаются в деньгах. Задолженность тети, это Стасова тетя, которой они должны приличную сумму, она им давала. О какой сумме идет речь? Ну, где-то около 10 тысяч. У Алены кредиты, за которые она... Ну, не знаю, три, это точно. Это так, Ален, три кредита? Есть, да. Которые не проплачиваются. Ну, в общем... И задолженность по кредитам? Конечно. По кредитам есть задолженность. Теперь, когда бабушка после инсульта, она сразу подала в интернет объявление, что квартира сдается. Хоть бабушка категорически против. Она вам сама об этом рассказывала? Сама. И хотела вспомнить за вот этот случай. Значит, Аленушка, вспомни, когда ты мне звонила, я была на даче с бабушкой, с тетей Таней, и говоришь, вот если Славик придет, попросит у меня прощения и принесет деньги, я подумаю, простить его или нет. Так вы все-таки это говорили, Аленушка говорила, за деньги и слова не было. Я сказала, если Славик... Давай, милая моя, давай не будем. Я такого, дядя Валя, не говорила. Ага. Нет, такого не было. То есть, получается, что Алена или может, по вашей версии, или может шантажировать Вячеслава, или, по крайней мере, торгует своим ребенком фактически? Что-то есть такое, да. Татьяна. Здесь очень интересная реакция была у Алены. Ален, на самом деле, вы знаете ситуацию и повторили ту же самую классику. Нет, не было, нет, не знаю. Ну, Ален, ну, знаете, ну не стоит все-таки врать. Когда было, говорите, вы читаемы, была такая ситуация. За деньги я не помню, чтобы она мне что-то говорила. Алена, вот вы читаемы очень легко, вы краснеете моментально. Алена, мы говорим о случае того, что да, такая фраза была. А обстоятельства дальше можете уже рассказывать, при каких обстоятельствах. Итак, дедушка Софии отвергает обвинения в педофилии. Он считает, что родители девочки клевещут на него для того, чтобы шантажировать и, возможно, вытянуть из него деньги. Что по отношению с дедом нам расскажет сама пятилетняя София. С ней уже поработали специалисты. И совсем скоро вы узнаете, как все было на самом деле. Действительно ли Вячеслав развращал свою пятилетнюю внучку или его пытались оклеветать и опозорить на всю страну. Резал руки, ножом приствовали, и при мне это было. Женщина, у меня просто, вы знаете, вы вводите в шок и в ступор. У нее коленки инстинктивно сжались и разжались. Вы оставались с дочкой наедине, чтобы ласкать ее в половой орган? Так получается, что у вас есть кредиты, их три. Да, есть. Они не погашены и сейчас просроченные платежи по ним. Есть. Такое, да. На чье имя вы брали кредиты? На свое. Скажите, Валентина, на свое имя все-таки Алена брала кредиты? На свое имя выплачивала бабушка. Ага, то есть до сих пор выплачивала все бабушка? Нет. Один кредит я брала для бабушки. Это телевизор и стиральную машинку. Вот это было. Я такое брала, да. Бабушка платила. После чего бабушка жила у мамы, у тети Валя жила. А телевизор я забрала к себе, потому что Саша, тети Валин сын, вот, пил, резал руки ножом при тети Вале, и при мне это было. И хотел телевизор этот просто в ломбард заложить. Потому что пришлось его забрать ко мне. А ковер? И где сейчас этот телевизор? А при чем сейчас это? Мы сейчас говорим совсем о каких-то... А у вас действительно не чувствует этот ковер? Ты забрала вообще оттуда и телевизор, который оплачивала бабушка. И что теперь? А по какому праву ты забрала бабушкин ковер? А по какому праву я должна его отдавать Саше, чтобы он его в ломбард закинул? По какому праву? А бабушка еще жива. Так бабушки на этой квартире не было, она не жила там в это время. Но она могла приехать и забрать... Женщины, можно... Женщины, у меня просто, вы знаете, вы вводите в шок и в ступор. А у них в ломбардах это все. На кону судьба и дальнейшая вся жизнь маленькой девочки. Вы делите ковер. Вы у вас... Какой ковер? Итак, значит, очень, конечно, хочется уже увидеть специалистов, которые все это время разговаривали, пока мы здесь обсуждали и пытались найти правду, общались с маленькой Софийкой. Хочется услышать их и их вердикт. Я перед этим хочу напомнить, что родители Софийки обследовали ее у психолога. И психолог подтвердил, что ребенок не обманывает и не придумывает. Кроме того, вы также водили Софийку к гинекологу, который... Как? К трем гинекологам. К трем гинекологам. И все они сделали заключение о том, что... У ребенка действенная плева на месте. На месте. Но про вот эту вот Вульву, как ты ее объясняешь, вот, она сказала... Они говорят 50 и 50. Ну, это у нас в городе, которая психолог... в гинекологах. Она сказала 50 на 50. И может быть и с рождения быть такое. Может быть, конечно, что-то и лазил. Тут неизвестно. Однако мы провели собственное, конечно же, расследование. И подключили специалистов, в том числе психолога, психотерапевта и гинеколога. И прямо сейчас я хочу пригласить этих специалистов сюда, к нам в студию. Встречайте, пожалуйста. Прошу вас, я центральный. Здравствуйте. Прошу вас, здравствуйте, прошу вас. Итак, Ольга, действительно ли Софика подвергалась сексуальному насилию? В процессе нашего диалога, вот, пока вы здесь снимали, да, вот, ребенок ни разу не ответил на прямой вопрос. Она сразу съезжает. И когда мы говорили о дедушке в очередной раз, да, ну, каждый раз мы забрасывали вопросы, да, которые неожиданно были, да, одно было движение, очень характерное для детей, которые, возможно, знают, что это такое, да. У нее коленки инстинктивно сжались и разжались. Но вы к чему больше склоняетесь, как психолог? Это научено или это все заучено, или это травма? Тело реагирует на то, чтобы был какой-то опыт. Александр, что вы можете сказать? Ну, я могу сказать, что девочка, на самом деле, очень веселая, живая, солнечная девочка, с очень позитивным взглядом на мир, замыкается только при упоминании почему-то родственников, упоминает о том, что и папа мог бутылочкой пластиковой по голове стукнуть, и... Да, и дедушку, бабушку, она вообще вытесняет, и не хочет о ней говорить, не хочет к ним идти в будущем. Так что вы можете сказать, было все-таки по отношению к Софике сексуальное насилие? Однозначно, я согласен с коллегой полностью, с Ольгой, ну, невозможно это сказать. Ребенок в пятилетнем возрасте может и додумать, и прибавить, и убавить, или очень четко воспроизводить то, чему его научили настойчиво. Вита, что вы можете сказать? Я могу сказать, что ко мне обратились с просьбой оценить состояние здоровья ребенка с точки зрения детской гинекологии. Значит, смотрите, вот с анатомией все в порядке. А вот если есть какие-то развратные действия, я этого не могу определить. Ведь анатомия при этом не нарушается. Вот, то есть никаких ссадин, никаких синяков, никаких рубцов. Но эти раздражения могли просто уже пройти, я правильно понимаю? Синяки, да. А если бы были какие-то, ну... Развратные действия? Не развратные, какие-то насильные действия. Так. Развратные действия, ну, понимаете, как они ни в чем не проявляются. А если насилие, то прошли бы... Были бы какие-то следы. Были бы уже все-таки. Синяки бы прошли. Вы бы все-таки увидели эти следы. Да, если бы были очень грубое насилие. Грубое насилие. То есть вот синяки, они же проходят, вы же понимаете, это же сколько уже это все длится. А все остальное, ну, замечательные ритмы. А сейчас я хочу посоветоваться с вами, уважаемые эксперты, прежде всего с психологами. Как вы считаете, нужно ли сейчас выводить в студию Софийку? Нет. Я думаю, не стоит. Не надо тренировать ребенка. Мы совсем в другой сейчас позиции, чем она. Тогда Софийку, конечно, я приглашать в студию не буду, потому что самое главное для нас психологическое состояние ребенка, тем более в этой жуткой ситуации, в которой еще нужно разобраться. Однако у меня есть предложение и к вам, Вячеслав, и к вам, Станислав. А вы согласны пройти исследование на детекторе лжи? Согласен. Да, да, да. Тогда идите. Каким будут эти данные? Данные исследования на полиграфе, это вы увидите прямо сейчас. Были ли у вас сексуальные контакты с внучкой Софии? Вы оставались с дочкой наедине, чтобы ласкать ее половые органы? При ответ на вопросы Волокитин был правдивый. И это подтверждает те факты, что, по-перше, он не разбежал свою неповнолетню дочку. Про то, что он не придумывал историю. Эту историю про разбежание действительно рассказала ему его дочка. В отношении осеннего Вячеслава Николаевича получены следующие результаты. Он не вступал в сексуальные контакты с внучкой Софией, не засовывал ей палец или пальцы в половые органы, не вывозил ее из дому в специальное место, чтобы совершать с ней действия сексуального характера. Нет. Я думаю, что говорят правду не только они двое, а и девочка тоже говорит правду. Просто ее правда – это та фантазия, которую она себе виробила. И она в нее верит. Например, она даже слышала, когда родители между собой разговаривали каким-то образом. Ну, то есть у них была какая-то эротичная игра, да? А вона в этот момент это слышала. И она не понимает сенсу этих слов, но она их слышала. И она стала с ними фантазировать и играть. Простите его. Такое не прощаю. Это однозначно. Я пойду до конца. Добьемся этого судья. Добро пожаловать в Казахстан.